У нас сейчас непростое время в стране. Выясняем у населения, все ли у вас хорошо, со здоровьем, как себя чувствуете. А можем ли вам чем-то помочь? Вызвать врача, доставить продукты и лекарства, даже выгулять собаку. Сотрудник управления социальной защиты Лариса Ряшкина каждый день делает порядка 150 звонков. В списке несколько десятков тысяч жителей Химок старше 60 лет. Необходимо выяснить потребности пенсионеров и исполнить их. Было такое, что принесите моей дочери памперсы, у нее маленький ребенок. Ну такие-таки как-то интересные. Были вопросы, связанные еще с нашей службой. То есть мы сейчас консультируем в порядке живом, чтобы к нам они сюда не приходили за информацией. Мы, допустим, их тоже консультируем по этим вопросам. В приоритете ветераны войны, а также одинокие и малообеспеченные пенсионеры. Им оказывают помощь в первую очередь. Тем, кто получает социальную пенсию, доставили бесплатные продуктовые наборы. К остальным придут волонтеры и помогут выполнить дела вне дома. Но стоит быть осторожными. Сейчас под видом дезинсекторов или волонтеров действуют мошенники. Сейчас под видом волонтеров активизировалась работа мошенников. Поэтому еще раз обращаю внимание на тот факт, что наши сотрудники звонят прежде этому человеку, заявителю, выясняют его потребность. Затем звонок поступит от волонтера, добровольца. Он обговорит с ними всю схему взаимодействия, проговорит время, когда он придет. За неделю сотрудники управления обзвонили уже более 14 тысяч человек. Идут по алфавиту. Очередь дойдет до всех. Но если вам требуется помощь, позвоните по телефону, который видите на экране. Вам обязательно помогут. Ксения Брагина, Дмитрий Бочаров. Новости Химки ТВ.